Всем привет! Хочу с вами поделиться своим опытом, как я укрепляю волосы, какими маслами я пользуюсь и какой результат после использования этих масел. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Это масло апельсина, это пихтовое, это облепиховое, это касторовое. Вот такое вот масло репейное с крапивой купила, попробовать. До этого я брала масло репейное с красным перцем, ну как-то вот мне не очень понравилось, как-то голова горит от него, ну в общем не очень. Решила взять с крапивой попробовать. И вот такой вот три витамин П, причем содержится в нем еще А, Д3 и Е. Это в обычной тоже аптеке я брала масла. В общем я их как делаю, смешиваю вот такой вот десертной ложкой, то есть наливаю каждого масла, вот постолька, и подогреваю. Подогреваю, потом наношу на волосы. Ну сейчас попробую вам показать, как это все происходит. То есть беру, открываю жидкость, наливаю вот такую ложечку, отправляю в посуду. Отставляем в сторону. Следующее масло мы открываем тоже так же. Это у нас касторовое масло, оно у нас вот такое густое. Ну кстати оно очень хорошо укрепляет. Я его даже использую для ресниц и бровей. Реально заметно они растут. Лучше растут вообще и ресницы, и брови. Так, это облепиховое масло, оно вот такое темное. Хранятся у меня все масла в холодильнике. Ну как бы-то положено их хранить в холодильнике. Вот масло трипейное. Сейчас попробуем. Ну пахнет маслом. Обычное масло. Тоже вот такую ложечку. В принципе вот этого всего раствора, объема, хватит мне не на один раз. Так, то есть я это потом переливаю вот в такой пузыречек, вот в такой пузыречек темный. Туда переливаю. А потом просто выливаю и подогреваю, чтобы каждый раз не наводить. Так, это пихтовое масло у нас. Потом волосы, кстати, пахнут таким прям вот, еловым каким-то, таким запахом интересным. Когда все это смешивается. Нет, девчонки, правда, вот эта вот маска из масла, вот из своего опыта хочу сказать, я делаю уже это месяц. Волосы заметно меньше выпадают, потому что я вообще свои волосы сожгла краской. И у меня они просто пучками вылезали. Вот реально на расчетке я собирала целый пучок волос. И это был какой-то кошмар. Волосы были везде, на полу, в ванне, где бы я ни появлялась, везде мои волосы. И вот я месяц уже использую два раза в неделю. То есть перед каждым мытьем головы. Вот такую вот масляную маску. И эффект, конечно, заметен. Причем заметен прям после, наверное, двух-трех применений. Я уже заметила результат. Так, ну как, носим маску эту на голове в течение, ну, порядка, вообще, как бы от 20 минут, если уж совсем у вас времени нет. А так я иной раз одену, да, там, пакет на голову, шапочку и хожу, могу и полдня ходить. То есть часа 4-5 часов, вот так вот. Ну, то есть делами занимаюсь своими какими-то, ну, и как бы укрепление волос в этот момент идет. А так, в принципе, ну, вреда-то не будет. Все масла натуральные. Так, ну все, идем подогревать. Так, ну что, вот подогрела масло я. И что сейчас я делаю? Я вот так вот просто на кухне снимаю. В ванне там неудобно, снимать меня некому, я снимаю себя сама. Поэтому я вот на кухне. Масло подогрелось. И вот я беру пипеткой, обычной пипеткой. И вот таким вот образом распределяю в корни волос. То есть начинаю вот так вот втирать. Конечно, это в ванне надо делать. Оно масло может накапать тут и жирно все это. Но у меня там даже камеру некуда поставить, не ну что. Вот, поэтому вот таким вот образом я сейчас вам покажу, как я это делаю. Но я, конечно, это в ванне делаю, без камеры. Немножко перед зеркалом поудобнее будет. Вот, вот таким вот образом я втираю. Даже вот так вот массажными движениями делаю это. Видите, голова свежена краской, делала милирование. И, конечно, очень сильно об этом пожалела, что я его вообще сделала. Потому что я всегда была такая брюнетка. То есть я и красилась в темный цвет. Мне он больше нравился, чем вот милирование. Это вот просто свою знакомую послушалась. И думаю, лучше никого слушаться я больше не буду. Вот, надо своим умом жить, как говорится. Больше я, конечно, милирование делать не буду. Сейчас вот отрастет оно у меня. Я его отстригу. Даже вот сзади, вот так, смотрите. Сзади, все-все-все, вот маслом. Первые разы, когда я делала, вы просто не поверите. У меня даже вот от такого массажа, да, у меня в руках были пучки волос моих. Это вообще был ужас дикий. Сейчас, конечно, они вот вылезают, но это не без этого, да? Но не в таком количестве, в каком они у меня лезли. Вообще реально лезли. Как я вам в таком виде? Ну а что, красота требует жертв. Приходится вот так вот заниматься с собой. И вот пипеткой. Вообще очень хорошо, наверное, приобрести такой флакончик с дозатором, знаете, нажимается. Мне кажется, им вот удобнее было, как-то так попшикала, раз, чем вот из пипетки. Ну, пока и так вот у меня получается нормально. Так. Ну, в общем, вот так помассировать. Голову, как бы втирая в корни волос. Вы знаете, в принципе, лучше попробовать на каком-то отдельном участке кожи, наверное, своей для применения. Потому что, мало ли, может быть, у вас аллергическая реакция может пойти. Потому что, может быть, не всем подходят масла такие вот эфирные. Поэтому, прежде чем вы пак использовать на всю голову сразу же, лучше попробуйте на отдельном участке. И посмотрите, там, через полчаса, через часик, нет ли покраснений, раздражений каких-то. Или вообще каких-то таких вот симптомов выраженных. Так, ну, в общем, вот так вот я это все делаю. А потом беру, наношу вот так вот в руку масло. Растираю. И вот таким вот образом, по всей длине. Вот, и кончики тоже. Ну, вообще волос не осталось, конечно. Были волосы такие раньше хорошие. Вообще не осталось волос после этих красок. Ну, вообще бы. Лучше бы и не краситься вообще, девчонки. Потому что это ужас какой-то дикий. Но я начала краситься, потому что у меня появились седые волосы. Да, в мои 25 лет у меня появились седые волосы. Причем они появились не где-то там сзади. Они реально появились прямо вот тут спереди, на челке. На самом видном месте. И мне даже, вы понимаете, челку от России ко мне все подходят и говорят, а что у тебя тут такие белые волосы торчат? Они, знаете, еще такие жесткие. Вот так как-то таращатся, как будто бы завиваются. Я говорю, это у меня седые волосы. Да, ты что? Правда, что ли? Правда. И вот так их становится с каждым годом все больше и больше. В общем, старею. Мне 33 года. Видимо, все уже. Старая становлюсь. Так, потом я вот эту всю копну вот так вот поднимаю. На макушку. Вот так вот поднимаю. Ну, вот так закручиваю. Вот так вот закручиваю. И одеваю. Та-дам! Шапочку! Кстати, шапочка обыкновенная. Продается она в фикс прайсе. Я вот такая вот маленькая веточка. Так. И вот так прячу все под шапочку. Все свои волосики. Так, и еще одеваю потом, ну, вот так для пущей уж верности. Теплую шапочку сверху для утепления. Ну, обычную свою шапку. Не зимнюю, конечно, такая осенняя. Старая шапка моя. Вот. И вот так вот я одеваю. И хожу. Хожу, хожу, хожу. Ну, вот сейчас сегодня, конечно, долго ходить не буду. Может быть, час, там, полтора, два. И вам покажу. Потом, когда смою голову, смываю два раза шампунью. Потом бальзамом прохожу. И как бы вот так вот. Все, у меня тут греется. Сейчас где-то через полчаса, знаете, будет жарко так там под шапочкой. Видимо, какой-то процесс будет происходить. В общем, вот такие дела. Сейчас помою голову, уложусь и вам покажусь. Девчонки, ну, вот такая вот я получилась. Смотрите, какие волосы. Очень мягкие, шелковистые. Их вот даже реально видно. Результат после использования масла. Я надеюсь, вам понравилось. Пробуйте, экспериментируйте. Ухаживайте за своими волосами. Ставьте пальчик вверх. Жмите поделиться. И подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, напишите в комментариях. Я буду очень рада, что вы будете писать свои отзывы. Или кому-то не понравилось. Вообще бесит милирование. Страшно как. Хочу покраситься в темный цвет. Может быть, посоветуйте краску. Какую лучше взять. То есть, как бы, которая, ну, более щадящая для волос. Я буду очень вам признательна. В общем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok